Всем привет! Меня зовут Егоров Максим, вы смотрите мой канал Ремонт без Купюр. И сегодня я подготовил для вас видео, в котором хочу показать варианты декоративных каминов из полиуретана. Так что, если вы сейчас находитесь в состоянии поиска интересного решения для вашего интерьера, то досмотрите это видео до конца. Вообще, изначально в нашей линейке, в линейке Европласт, существовало всего два готовых камина. Все остальные варианты приходилось сооружать какие-то конструкции из гипсокартона и после этого подбирать какие-то кронштейны, молдинги или карнизы. И только после этого, после мозгового штурма и огромных вложенных усилий по сбору вот этой конструкции, появлялся какой-то камин не из каталога. Сейчас я для начала покажу вам варианты, которые были и остаются, причем они имеют своих поклонников и уже в огромном количестве интерьеров они замечательно служат. Вариант номер один это камин, имеющий вот такую форму. Он состоит из трех частей. Это два вот таких основания и вот такая вот крышка. И вариант номер два имеет вот такую вот форму. Это тоже два вот таких основания и вот такая вот крышка. В принципе, после покупки его довольно-таки просто собрать, не нужно обладать никаким инструментом. Абсолютно не нужен никакой инструмент, потому что вы просто намазываете обратную сторону камина клеем и приклеиваете ее практически к любому основанию. Есть несколько вариантов крепления. Это как у нас здесь на вот такой вот подиум. Мы сделали искусственный подиум из фанеры, чтобы обогнуть его основание плинтусом и чтобы камин был немножечко повыше. Так что если вам камин не подходит немного по высоте, то вы можете использовать такой же способ. Камин довольно-таки прочный, потому что это вспененный полиуретан высокой плотности. И на него можно поставить практически что угодно. То есть, допустим, там, ну вот кирпич, это настоящий кирпич. И он, ну, будет стоять, камин не проломится, ничего с ним не случится. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что на такой камин можно разместить и обычный телевизор. То есть, в принципе, вы можете поставить сюда практически все, что угодно. Эти камины классные, интересные, но если человеку нужно было сделать какой-то свой нестандартный размер, то он как бы упирался немножечко в тупик. И поэтому наши дизайнеры, ну не наши, а дизайнеры завода Европласт, разработали серию молдингов, которые позволяют сымитировать обрамление камина практически любого размера. Первый вариант это вот такой вот камин. Весь секрет заключается в том, что, по сути, это не камин, это молдинг, который запилили в двух частях под 45 градусов. Здесь вот виден спил, потому что мы его еще не покрасили. Здесь то же самое. То есть, по сути, это вот все вот это, это обычный молдинг. То есть, допустим, вот такой же, но только в 20-30 раз больше. И поэтому, если вам понадобится камин нестандартных размеров, то вы просто приходите, покупаете вот такой вот молдинг и выпиливаете из него камин нужного вам размера. Сейчас я покажу еще один вариант. А в этом случае мы использовали немножечко другой профиль, но принцип тот же самый. Мы запилили под 45 градусов молдинг. Здесь тоже видно запил, чтобы никто не подумал, что я жульничаю. Вот. И мы его смонтировали вот таким вот образом. То есть, в принципе, если у вас намечается покупка электрического камина, и вы не знаете, как обрамить его и интегрировать в интерьер, то вот такого плана молдинга – это замечательное решение для вот такого вот решения. Потому что сюда можно установить замечательный электрический камин. Ну и напоследок я хочу показать вам вот такой вот камин. Это тоже молдинг. Вот запил под 45 градусов. Но он гораздо меньше выступает от стены. Камин такого плана замечательно впишется в небольшие помещения, где заказчик очень сильно хочет сделать себе декоративный камин, но его площадь не позволяет. То есть, вот дизайнеры завода Европласт разработали вот такое вот решение. Отдельно хочется рассказать про монтаж и варианты покраски. Первое. Обязательно нужно использовать только родной клей. Монтажный клей Европласт – это клей, который после высыхания не кристаллизуется, как жидкие гвозди, и не отстреливает. Он весь свой срок службы сохраняет эластичность. Тем самым двигается со всем остальным, потому что все у нас расширяется и сужается, и этот клей вместе со стенами, со всем остальным делает то же самое. Поэтому изделие со временем не отстреливает от стены. И обязательно все вот такие вот стыки нужно монтировать только на стыковочный клей Европласт. Потому что это фактически жидкий полиуретан, который сваривает между собой изделие. И это стопроцентная гарантия того, что изделие не треснет. По поводу покраски. Все изделия приходят с завода грунтованные белой грунт-краской. Но после того, как вы смонтировали между собой две детали, остаются вот такие вот непрокрасы. Ну, это доработка, доведение до идеала. Немножечко здесь у нас мастера подшкуривают, и поэтому немножечко вылазит настоящий цвет полиуретана. Истинный цвет полиуретана, он немножечко желтоватый. Вот после того, как все примыкания, все стыки доведены до идеала, нужно будет покрасить изделие любой моющейся водоэмульсионной краской. Глянцевой, матовой, цветной или не цветной, это не имеет значения. Самое главное, чтобы она была устойчива к каким-то механическим воздействиям, была устойчива к мытью. Если вы не хотите, чтобы ваш камин был просто гладко ровно покрашен, то, в принципе, в качестве верхнего слоя можно использовать декоративную штукатурку, которая имитирует камень. В нашем случае, ну вот, это вот такая вот декоративная штукатурка, Nebia Grand Schneer, то есть после покрытия изделия ей будет похоже, что он сделан из какого-то зашлифованного гранита, ну или какого-то другого камня. Вариантов по декоративной штукатурке тоже огромное множество, и поэтому, в принципе, в совокупности у вас может быть эксклюзивное декоративное изделие в виде вот декоративного камина. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Пока!